За год штаб Рината Ахметова отправил на Донбасс 86 автоколонн с гуманитарной помощью. Продуктовые наборы формируют, развозят и раздают по обе стороны линии разграничения более 2,5 тысяч волонтеров штаба. О них наш следующий материал. Каждую неделю из Днепропетровска в Мариуполь прибывают колонны гуманитарного рейса Рината Ахметова. Городская база за год стала своеобразным хабом, через который ежедневно проходят сотни тонн гуманитарной помощи для жителей городов и сел Донбасса. Светлана на заводе Ильича работает в отделе по взаимодействию с персоналом. Как опытный специалист знает, кадры решают все. Когда были проблемы, честно говоря, здесь были такие нюансы, что не всегда машины пропускали. Когда мы узнавали, что машину пропустили, люди получили у нас своеобразность. Слава Богу. Все, не зря отработали, не зря мы это сделали. Практически все, кто формирует здесь наборы выживания, работают на двух крупных металлургических предприятиях города. В заводах Азовсталь и Ильича. В августе прошлого года по инициативе трудовых коллективов появились первые отряды волонтеров. Теперь по обе стороны линии разграничения их несколько тысяч. Страна приобрела граждан с активной жизненной, наверное, позицией, которые понимают, что прежде всего они должны помогать. У нас вот сейчас какой-то такой принцип пошел, что, как я понимаю, что человек счастлив тогда, не когда ему помогает, а когда он может помочь. С какого города вы приехали? С Тенецкого. Дмитрий Митрофанов – металлург. Он один из тех, кто первым приступил к упаковке наборов, помогал разгружать гуманитарный груз. Люди получают удовольствие, знают, что в каждом пакетике там частица своей души, своего труда, что-то дал. Не жалко потратить этот день. Его рабочий день здесь может длиться 12 и более часов. Домой Дима обычно возвращается поздним вечером в скромную двушку, в которой живет вместе с мамой. Я подогрела на тебя, горяченькая. Хребушком будешь? Он умалчивает о том, что вне работы на базе часто выручает людей, приехавших в Мариуполь из районов, где ведутся боевые действия. Помогает переоформить пенсии, найти жилье. Я горжусь своим сыном, потому что он помогает людям. Он делает очень большое дело. Завтрашний волонтерский день Дмитрий и сотни его коллег начнут в полвосьмого утра, чтобы успеть к разгрузке очередной колонны с гуманитарной помощью. Юлия Меншакирова, Виктория Чистюхина, Сергей Чакрыгин, Владимир Конопля, телеканал Донбасс.